Сегодня я расскажу вам, как сделать классную хэллоуинскую тыкву. Всем привет! Это проект от Амперки. Меня зовут Кирилл, и сейчас мы с вами сделаем улётный фонарь Джека для вашей хэллоуинской вечеринки. Обычной тыквой со свечкой уже никого не удивишь, поэтому наш фонарь будет включаться по датчику движения и зловеще хохотать, создавая жутко праздничное настроение для ваших гостей. Так как мы будем работать со звуком, лучше всего взять новенького Arduino M0 в качестве управляющего устройства. Wireless Shield нам понадобится для того, чтобы считывать данные с SD-карточки. В роли триггера у нас выступит обыкновенный цифровой инфракрасный датчик препятствий. А два светодиода из линейки тройка модулей заменят нашему фонарю свечку. Воспроизводить звук мы будем с помощью карманной колонки. Теперь давайте посмотрим, как это работает подробнее. Стоит себе, казалось бы, тыква, ничего из себя не представляет. Но внутри-то Arduino M0 и Viral Shield, и вообще ещё куча всего. Поэтому, когда кто-нибудь проходит мимо, датчик движения это движение ловит и передаёт сигнал на Arduino M0. Платформа, в свою очередь, передаёт сигнал на светодиоды и колонку. Тыква загорается изнутри и начинает злобно хохотать. Теперь давайте соберём это вместе. Так, берём нашу Arduino M0 и подключаем к ней Viral Shield. Здесь уже установлена SD-карта с записанным треком, который будем проигрывать. Мы немножко доработали Shield, припаяли к нему несколько контактных колодок. Это вот колодки, подключённые к 5 В. К ним мы будем подключать светодиоды. Это выход на колонку. Мы подключаем её к аналоговому пину через конденсатор. А вот эти колодки мы будем использовать для подключения датчика препятствий. Они питаются от 3 и 3 Вольт. Теперь необходимо подключить светодиоды. Берём обычный трёхпроводной шлейф, втыкаем одним концом в колодки, наш импровизированный тройка Shield. К другому концу подключаем тройка-модуль светодиод. Один и второй. Теперь время подключать датчик препятствий. Подключаем её к колодке, которая подключена к 3 и 3 Вольтам. Теперь время подключать колонку. У нас есть вот такой вот джек с тремя проводами. Мы подключим их к заранее подготовленным выходам. Земля и два провода сигнальных. Вот. К джеку подключаем колонку. И вроде как всё готово. Мы решили, что просто зажигаться и злобно хохотать недостаточно круто для высокотехнологичной тыквы. Поэтому решили сделать устройство, которое будет создавать мистическую атмосферу с помощью дымовой завесы. Для этого мы раскурочим самый простой паяльник из магазина «Всё по 45» и достанем оттуда самое главное – нагревательную нехромовую нить. С помощью этой нити и куска ваты мы сделаем фитилёк, который пропитаем глицерином. Он, собственно, и будет создавать мистическую дымовую завесу. Так у нас есть всё те же Arduino M0 и Viral Shield. К ним через тройной шлейф мы подключаем тройка MOSFET. К плюсу тройка MOSFET мы подключаем одну из сторон фитиля. Минус у нас уходит в пин «Земля» Arduino. Другой конец фитиля у нас уходит в пин «ВИН», откуда мы получаем 12 вольт с блока питания. Теперь нам необходимо подключить наш фитиль к устройству. Здесь у нас уже есть готовые три колодки, к которым подключается фитиль. Но не напрямую, а через тройка модуль MOSFET. Поэтому нам нужно подключить наш силовой ключ к этим колодкам. Взять фитиль. Одним концом мы подключаем его к плюсу транзистора. Другим втыкаем в пин «ВИН», чтобы получить заветные 12 вольт с блока питания. Выход «Минус» с транзистора. Мы подключаем к пину «Земля». Теперь, когда транзистор будет открыт, на нихромовую нить будет подаваться 12 вольт. Эти два конца фитиля будут опущены в емкость с клецерином. Благодаря капиллярному эффекту он будет подниматься и испаряться с помощью нихромовой нити. Таким образом мы добьемся классной дымовой завесы. Пора засунуть наше устройство в заранее подготовленную тыкву и проверить ее в боевых условиях. Всю электронику мы поместили в наш фонарь. И теперь проведем эксперимент. Махнем передатчиком движения и посмотрим, как отреагирует тыква. Больше праздников, хороших и разных, вместе с Амперкой. Подробные инструкции и код с описанием для нашей тыквы вы найдете на сайте Амперка Вики. Не забывайте присылать фотографии ваших тыкв к нам в комментарии, ставить лайки под видео, рассказывать о нем своим друзьям и, конечно же, подписываться на канал Амперка.ру, ведь впереди вас ждет еще больше классных новинок и невероятных электронных штуковин. Ну а пока, до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok